С учетом внесенных изменений бюджет Семея на 2020-2022 годы составит 70 миллиардов 348 миллионов тенге. Об этом стало известно в ходе 59-й внеочередной сессии городского маслехата, которая прошла в онлайн формате с участием Акима города Ермака Салимова. На выделенные средства планируется продолжить реализацию государственных программ жилищного строительства, а также проектов по улучшению инженерной инфраструктуры города. Также во время сессии прошло утверждение персонального состава общественного совета. Подробности в нашем следующем видеосюжете. Семею выделены дополнительные трансферты за счет республиканского бюджета в сумме 1 миллиард 71 миллион 983 тысячи тенге. Из них 70 миллионов пойдут на выплату адресной социальной помощи. Остальные средства планируется направить на доплату учителям за квалификационные категории, а также на опробирование подушевого финансирования организации среднего образования. Кроме того, выделенное из республики финансирование позволит продолжить строительство инженерных сетей к жилым домам в районе Карагайлы и увеличить уставной капитал государственного коммунального предприятия «Семей Водоканал» на более чем 308 миллионов тенге. За счет областного бюджета выделены трансферты на строительство инженерных сетей позиция 6,10 – 20 миллионов 412 тысяч. Строительство инженерных сетей к двум жилым домам по улице Байтурсынова – 100 миллионов тенге. На вертикальную планировку земельного участка для строительства 10 жилых домов позиция 52,61 – в жилом районе Карагайлы – 20 миллионов тенге. На реконструкцию водопроводной сети поселка Холодный Ключ – 100 миллионов тенге. Как известно, городской бюджет пополняется не только за счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов. Немалую роль в финансировании существующих в регионе проблем играют источники собственного дохода. Я хочу узнать динамику роста собственных доходов за 11 месяцев 2019 года и за 11 месяцев нынешнего года. Есть ли динамика? Какой рост? На сегодняшний день план по собственным доходам утвержден 23 миллиарда 628 миллионов тенге. 23 миллиарда 628 миллионов. То есть это с ростом в прошлом году на 1,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день поступило уже 22 миллиарда 74 тысячи тенге. То есть это просто у нас есть в прошлом году. Мы ожидаем план по доходам с учетом увеличения выполнений полностью. Это 20% у нас есть рост. По второму вопросу повестки дня об утверждении персонального состава членов общественного совета выступил секретарь городского маслехата Бесимбек Акжалов, который ознакомил депутатский корпус с кандидатами, подавшими соответствующие заявки. В их числе два пенсионера и два представителя общественности. В ходе обсуждения народные избранники высказали вопросы по качественному и количественному составу совета. Преобладает количество пенсионеров. 47% получаются пенсионеры в составе гражданского общественного совета. Сейчас у нас очень активное гражданское общество. Почему не включает в состав общественного совета членов гражданского общества? Работа в общественном совете не оплачивается. А сегодня в связи с карантинными мерами работы много. И почему вы говорите пенсионеры? Потому как это тоже активные члены нашего общества. И они, кстати, и в прошлом совете работали, и сейчас. И я поддерживаю то, что к нам идут пенсионеры, потому что у них есть средства, на которые они могут жить и работать. А во-вторых, они такие же активные люди, принимали участие и во всех мероприятиях даже карантинного периода. В свою очередь, депутаты, представляющие сельские округа, высказали предложение о включении в состав общественного совета жителей прилегающих населенных пунктов. В завершение внеочередной сессии, после того, как были заслушаны и рассмотрены все вопросы повестки дня, депутатский корпус «Семея» проголосовал за предложенные проекты решений. Сама Цикенов, телеканал «Семей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова